Еще что касается гард-пасса, надо помнить, что если человек, условно говоря, проходит гард сразу какую-то позицию, не должно быть такого, что вы не даете баллы за гард-пасс, а даете баллы сразу за позицию. Потому что я видел, что человек нашел хап-гард сразу в маунт, и ему дали только 4 балла. Это очень часто ошибка. Это ошибка, да. Я, наверное, так сделал. Я вначале скажу про маунт, бэк-маунт и вот это все, да, и про колено-животе, а потом уже вернемся к Cumulative Points, да, это называется. Вот. С маунтом, в принципе, достаточно все просто, да. То есть у вас как минимум одно колено должно быть на полу, чтобы вы зафиксировали маунт, да. Соответственно, вторая нога может быть на стопе, может быть на коленке, это без разницы. Вот. Человек, на ком вы сидите, он может быть на боку, как technical mount, может быть на спине, без разницы. Бэк-маунт, это когда человек, как по-зудаистски, да, мы это называем, лежит на животе, вот так там защищается, да. Ну, прям ровно на животе, не на коленках, а на животе, да, вот так. И вы сверху на него садитесь, не заправляя крючки. Это бэк-маунт, вы также получаете 4 балла. А бэк-грэп, да, бэк-контрол, это когда вы заправляете два крючка. И надо понимать, что это все разные 4 балла. То есть, условно говоря, я сел у человека в маунт, получил 4 балла, он пытается уйти, прокрутился, да, на живот, полностью вот так. Я, ну, я просто сижу, преследую его, да, он лег на живот. Я хуки не заправлял, он на животе лежит. Я еще 4 балла получил. Он понимает, что он что-то делает, он встает там через локти, через коленки, да, в черепаху, я ему заправляю думки, я еще 4 балла получаю. Вот. Мне надо понимать, что, ну, есть такое понятие, да, условно говоря, если я, ну, условно говоря, прошел гарт, сел в маунт, да, я не могу слезть с маунта и поставить колен на живот и получить баллы за колен на живот. То есть, они как бы считают, что должен быть прогрешен, да, то есть я иду, ну, снизу вверх, да. Я не считаю, что после маунта колено на живот это даунгрейд, ну, условно говоря, то есть вы идете как бы вниз. Вот. Позиции маунт, бэк-маунт и бэк-контрол они равны. То есть, условно говоря, если человек лежит на спине, я сижу на нем в маунте, я получил 4 балла, он прокрутился, лег на живот, да, там, или, не знаю, на коленке прокрутился, я ему заправил крючки, да. Я еще получил 4 балла за бэк-контрол. Если я опять перейду в маунт, я опять получаю 4 балла. То есть, вот этот счетчик, он кончается в месяц со временем, короче. То есть постоянно маунт, 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 маунт и все время 4 балла. И у нас тут поднимка, да. Вот, если ты... Если ты слез... чтоб сайта и там с колен на животе душить его тебя не получилось ты залез обратно ты ничего не получаешь а если он убивает а я как бы в этот момент вот он должен провершим должен сделать действие как бы уход это же правило работать с колен на животе если я поставил колен на живот да с любой стороны неважно справа слева человека я получил баллы за колено живот если я сам уду на другую сторону дать как угодно и еще раз поставлю дыру поставлю я не получаю вторые два балла за колен на животе но если ты мне поставил раз два три ты получил балла я его сталкиваю делаю креветку у тебя нападает и ты его опять ставишь ты еще раз получаешь балла и с маунтом то же самое то есть если я тебя застал покинуть мал я ушел ты сядешь обратно это еще раз мало но если ты просто слез и залез нет то есть по колену на животе не нужно обязательно да через да не нужно вот такой вопрос смотри крючки заправлены буквально да так наши сопротивляться да там и грубо говоря ты ему там треугольник закрыл да на животе вот и потом в какой он там начинает крутиться и ты снова заправлять не считает смены позиции нет нет при наличии того что он скид скинул уже один крючок то есть он вы 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 вынудил скидывать а ты просто укрепился не любит от своей ты имеешь ввиду что вы ему считаться если я сам вытащил твою ногу типа я ушел из позиции да я тебя не будет скажу почему потому что у тебя один крючок это не то что есть back control ну просто поймите на колено живот это это колено животе как только она исчезла в принципе вся позиция разрушилась но все вообще нет поля на животе а здесь есть ну условно говоря и сидел ну какой-то контроль плечей и второй хук то есть условно говоря по сути дела даже если два крючка вытащил да один мак условно говоря будет за моей спиной сесть сидбелтом да там и коленками сжимать мой таз это не уход это то что самое что в принципе вот лежа делал с молотом взлетел и оказался ну там в низком приседе обратно упал то что считаю что ты не ушел за спину недоушел а если ушел допустим треугольным треугольным получилось чего здесь вот сюда можно я даже если ты сам туда ушел мышленно потом сам вернулся это все это все твоя на если вот допустим вот ручку сюда засунул и ты его пошел атаковать вот смотри вот на сварит наш если все сводится к чему что если нижний кто-то под атакой до он защищался от от маунта он там мастил да куда-то еще черты ему закинули там треугольник да но ты остался сверху все равно балл не получились ты упал и вернулся и получается то что здесь уже позиция как-то не поменялась то чтобы чтобы получить полы заново про должен уйти с атаковать полностью но не садишь